Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. В начале коротко о некоторых темах выпуска. А у нас в квартире ГАЗ. В многоквартирных домах города мониторинговые группы выявляли нарушение эксплуатации газового оборудования. До миллиона рублей штрафов оплатят фирмы, которые не спешат демонтировать в Сочи рекламные конструкции. На курорте изменилась концепция размещения рекламы. Ликвидировать возгорание и предотвратить обрушение здания. Такие задачи сегодня стояли перед оперативниками. В Сочи прошли пожарно-тактические учения. Смотреть и трогать. В художественном музее открылась выставка «Прикоснись к картине». Задумка автора экспозиции – показать работы незрячим и слабовидящим. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в Краснодарском крае проверить обстоятельства возведения незаконного ЖК на пляже в Сочи. Речь идет о трех самостроях на улице Белорусской в Адлерском районе. Из-за действий недобросовестного застройщика люди лишились своих вложений в квартиры. Сейчас дома по постановлению суда подлежат сносу. Разрешение застройщику было выдано под строительство домов до трех этажей и не предполагало возведение многоэтажек. В итоге три 12-этажных дома на улице Белорусской были построены без разрешительной документации. Дома расположены в русле реки Хирота в нескольких метрах от берега моря. Судебные тяжбы мэрии с застройщиком длились несколько лет. Власти города подали в суд иск о сносе зданий еще на начальном этапе строительства. Но лишь в прошлом году суд вынес окончательное решение – дома снести. Демонтаж начался в декабре. Повторю, Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю в рамках процессуальной проверки установить обстоятельства, которые способствовали нарушению жилищных прав граждан. К слову, в этом году в Сочи планируется снести 54 самостроя. Власти Сочи объявили о готовности бесплатно отдать участки под такими домами. Чтобы получить землю на территории города, нужно снести самовольный объект, по которому уже есть решение суда, вступившее в законную силу. И все, участок под незаконным зданием переходит новому владельцу. В предложенный перечень попали только самые крупные объекты. Компаниям, заинтересованным таким предложением, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в администрацию города. Снос предприятия должны произвести за свой счет, а потраченные на демонтаж средства затем они могут взыскать с недобросовестных застройщиков. Права на земельный участок администрация Сочи передает в порядке переуступки. Полный перечень предлагаемых земельных участков на нашем сайте. В домах сочинцев, где допущено нарушение эксплуатации газового оборудования, отключат подачу голубого топлива. Сейчас мониторинговые группы проверяют наличие договоров на обслуживание газового оборудования. Только в Хостинском районе выявлено 26 проблемных домов. Подробности у Елены Овсяциной. Микрорайон Светлана. Здесь и новостройки, и очень старые дома. Вот, например, Дмитрий Вадин. Дом 1935 года постройки. Газ, квартира, проверили не все жильцы. Проверить наличие договоров на техобслуживание сложно. Все на работе. Пока развесили памятки на дверь и уведомления о том, что необходимо обратиться в Сочи Горгаз. По информации специализированной организации, в этом районе 11 таких домов, где необходима проверка газового оборудования. В случае, если жители, которые согласно закону могут напрямую заключать эти договоры обслуживания, отказываются, ресурсоснабжающая организация будет прекращать поставку газа. Мы об этом, ну, сейчас, естественно, проговорим, посмотрим, как это будет происходить. И в кратчайшие сроки, в жестком режиме будем принимать меры. В Хостинском районе проводится мониторинг всех многоквартирных домов, их 689. Выявлено 26 домов, жители которых не заключили договоры с ресурсоснабжающей организацией. Повторные проверки показали, большинство людей задумываются о своей безопасности. Газ заключен в 18-м году, в 31-м году. Все нормально? Да, все нормально. Газопровод, Сочи. Это же 4-го дома так. Потому что так положено, поэтому и стали, соответственно, документы все приводить в порядок. Но не все так считают. Например, на Пятигорской 54-5 договор дома с Сочи-Горгазом на обслуживание газовой котельной есть, а на обслуживание газовых плит не у всех жильцов. Требуется практически индивидуальная работа с каждым владельцем квартиры. Где-то договор старый, его необходимо обновить. Это, конечно, затраты, но если не вложиться, можно вообще остаться без голубого топлива. У вас общий домовой договор не заключается в Сочи-Горгаз. И они могут вас отключить, если ваш домком не обратится на заключение договора на наружную систему газа. Тем не менее, пока вас не отключили, вот требования пожарной безопасности по газу. Если что, там утечка газа. В рейде принимают участие не только представители Хостинской администрации, но и полиции, сотрудники Госпожнадзора. Даем памятки о том, как пользоваться газовым врунным, и что нельзя делать в случае утечки газа, либо при появлении запаха газа. То есть нельзя зажигать какие-либо или тушить электроприборы. Также нельзя, соответственно, пользоваться спичками и другими, ну, открытым пламенем. То есть, соответственно, запрещено. Необходимо открыть окна, вызвать газовую службу. А в случае уже огня, либо дыма, то необходимо позвонить пожарную охрану. 011-101. Экстренный вызов 112. Следующий шаг – это проверка бригадами газовой службы, сетей и внутриквартирного газового оборудования. Направить силы именно на это потребовал глава Сочи Анатолий Пахомов на недавнем планерном совещании в администрации города. Сегодня же в Сочи возникла угроза взрыва газа и обрушения здания. По такой легенде, на территории одного из отелей в Адлере прошли комплексные пожарно-тактические учения. Ликвидировать возгорание и предотвратить обрушение здания. Такие задачи сегодня стояли перед специалистами пожарных частей службы спасения Сочи, МЧС, Кубань-Спаса, Росгвардии, правоохранительных органов и аварийных служб города. По легенде, на одном из этажей отеля взорвался газовый баллон. Пострадали несколько человек. К учениям также привлекли медиков и авиацию МЧС России. Всего в комплексных пожарно-тактических учениях было задействовано 35 единиц спецтехники и порядка 180 человек. Было предусмотрено и исправлено комплексное реагирование на данную чрезвычайную ситуацию. Работали по схеме оповещения, эвакуации, реагирования. Все оперативные службы прибыли своевременно, отработали все учебные вопросы. Все шероховатости по их действиям, они отображены на данный момент. Два-три дня делаем анализ. Распространяем по всем участникам и по руководителям, чтобы провести комплексное подведение итогов. На этом не остановимся. У нас на перспективу спланировано логичное мероприятие во всех внутригородских районах города. Сценарий учений спланирован по понятным причинам. После трагических событий, взрывов бытового газа в шахтах и Магнитогорске, во многих городах страны начались тренировки по гражданской обороне, масштабные комплексные учения и проверки газового оборудования. В Сочи начаты проверки многоквартирных и частных домов. Для этого созданы специальные комиссии, в состав которых вошли специалисты органов прокуратуры, Госпошнадзора и администрации города. Кроме того, будут организованы учения с привлечением сотрудников всех газовых предприятий, представителей ТОСов, гаражных кооперативов и санаторных комплексов. Дмитрий Медведев сегодня с рабочим визитом посетил Краснодарский край. В рамках поездки председатель правительства страны провел рабочую встречу с главой региона Вениамином Кондратьевым в Краснодаре. Также в планах премьер-министра провести совещание по вопросам развития отечественного производства сельскохозяйственной техники и ее приоритетного использования. Речь также пойдет о том, как сделать это в рамках реализации национальных проектов. Заседание состоится на площадке завода КЛААС, где еще с 2003 года запущено сборочное производство сельхозтехники. В разговоре примут участие вице-премьер Дмитрий Казак, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, а также министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Наращивание газификации региона и техническая модернизация. Такие задачи будут стоять перед новым директором «Газпром Трансгаз Краснодар». Дениса Васюкова, губернатору Кубани, представил заместитель председателя правления «Газпрома». Вениамин Кондратьев и Сергей Хомяков обсудили дальнейшие сотрудничества между краем и компанией. Сейчас уровень обеспечения голубым топливом жителей региона достигает 82%. Это огромное достижение вот этих совместных партнерских отношений, результат. Конечно, сегодня газораспределительные станции, они сегодня перезагружены, это тоже факт. Третий из них, конечно, нуждается в модернизации, потому что и время, и в целом, и край развивается. Естественно, что мы хотим и дальше развиваться, чтобы у нас появились промышленные парки, технологические парки. А для этого, конечно, нужно газоснабжение на очень высоком уровне. Поэтому я думаю, что тоже Денис Александрович на эту проблему посмотрит по-новому. Ее тоже нужно будет расшивать, как мы говорим, для того, чтобы мы дальше развивались. В том числе промышленные кластеры, которые должны в нашем регионе появляться. Конечно, для нас очень важный вопрос теплоэнергетики. Я думаю, что здесь хотелось бы, чтобы активизировать, в том числе и эти направления в нашей совместной деятельности. И, конечно, как бы придать активизацию конституционных соглашений в этом вопросе. Для нас тоже это стратегически важно, потому что это, в том числе, уходы от потери, новое развитие, но, конечно, и платежи, в том числе, мы сможем взять под более включательный контроль. Что такое край для страны, все понимают. Это действительно жемчужина. Это действительно жемчужина, это действительно мегаполис. Но не мегаполис типа Москвы, где все сосредоточено, а это мегаполис, который раскинут на большие пространства, включая такие пространства, как побережья, как горы. Еще раз большое вам спасибо за работу. И надеюсь, будущая работа будет еще более плодотворной. На встрече также говорили и о возможности перевода сельскохозяйственной техники в регионе на газомоторное топливо, что снизило бы затраты агропромышленных предприятий при закупке горюче-смазочных материалов. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 19 января в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем 7-9 градусов выше нуля. Валовый сбор винограда на Кубани в прошлом году превысил 209 тысяч тонн. Об этом журналистам рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, регион занимает лидирующие позиции в виноградарстве. Почти половина всего объема ягод в России собирается в Краснодарском крае. Таких результатов удалось достичь, в том числе благодаря ежегодному увеличению площадей под закладку новых виноградников. Сейчас это свыше 20 тысяч гектаров. Однако для дальнейшего развития винодельческой отрасли Кубани нужны федеральные субсидии. Конечно, предпосылки для развития виноградоства формируются благодаря господдержке. В 2018 году на эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено 420 миллионов рублей. Винодельческая же отрасль получает поддержку только из средств краевого бюджета. Для еще более масштабного развития мы нуждаемся в дополнительном субсидировании. По итогам 2018 года производство вина на Кубани выросло на 9,5%. При этом увеличены поставки напитков в Китай, Швейцарию, Японию, Канаду и Бельгию. До миллиона рублей штрафов оплатят фирмы, которые не спешат демонтировать в Сочи рекламные конструкции, которые не только портят облик города, но и установлены незаконно. В прошлом году были подготовлены две схемы размещения рекламы. Первая – для малых форм. Это афиши. Конкурс уже прошел рекламные конструкции, установленные. 71 демонтировано. По крупным рекламным площадям конкурс еще идет. Те рекламные площадки, которые не вошли в новую схему размещения, потому как морально устарели, либо портят облик города, должны быть демонтированы. Всего таких 267. Срезать осталось еще 90. Это задача самих предпринимателей. Но не все активно включились в работу. У нас есть такая фирма, как «Эталон Чистоты», которая представляет Санкт-Петербург. Они срезали рекламных конструкций, но очень мало, всего 12 единиц. Около 50 еще должны демонтировать. У нас есть фирма «Праэмэс» – около 26 единиц, которые должны быть демонтированы. И сейчас мешают, в принципе, городу. Документы по таким предпринимателям передают в полицию. Бизнесменам за бездействие грозит до миллиона рублей штрафов. Таковы требования федерального закона о рекламе. Ну а в случае, если рекламные счеты придется демонтировать сторонним организациям, владельцам конструкций придется оплатить и эту работу. Добавлю, что в Сочи изменилась концепция размещения рекламы. На смену баннерам и растяжкам приходят медиафасады и медиаэкраны. Они, в отличие от нынешних конструкций, украшают город и днем, и ночью. В Сочи инженер водостока признан виновным в халатности, повлекшей смерть 7-летнего мальчика. Я напомню, в августе прошлого года в поселке Лазаревское 7-летний мальчик упал в открытую, наполненную дождевой водой, ливневую канаву и погиб. Следствием и судом установлено, что водосток целый год до трагедии не проводил оценку исправности технического состояния ливневки на данном участке. 32-летний заместитель главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации муниципального водостока Сергей Пинчук признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Суд назначил Пинчуку наказание в виде двух лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком в полтора года. Напомню, дело по обвинению в причинении смерти по неосторожности было заведено и в отношении владельца гостевого дома, в котором мальчик отдыхал с бабушкой, возле которого провалился в канаву. По данным следствия, обвиняемый, нарушая строительные требования, самовольно установил перед своим гостевым домом бетонную плиту, которая располагалась над ливневой канализацией. При этом он не оборудовал проход перилами или ограждениями. Суд Лазаревского района Сочи уголовное дело закрыл в связи с достижением договоренности о выплате потерпевшей стороне 150 тысяч рублей. В Сочи задержали поджигатели автомобилей. Помогли свидетельства очевидцев и кадры с камер видеонаблюдения. Пожар произошел в ночь на 6 января на улице Санаторная. Причиной стал поджог. Во двор многоэтажки пришел мужчина, который в полтретьего ночи поджег припаркованный автомобиль Toyota RAV4, после чего огонь перекинулся на соседние машины. В пожаре полностью сгорели три автомобиля. Еще три получили существенные повреждения. Полицейские изучили записи и камер видеонаблюдения, а затем опросили владельцев сгоревших и пострадавших машин. В результате оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемых в поджоге, 46-летний мужчина был задержан. Следственными подразделениями Управления внутренних дел по городу Сочи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. До конца мотивы преступления мужчины пока непонятные. Нужны были деньги, ответил задержанный. Вы готовились? Да, готовился. Заехал, взял бедняк. Вы сожалеете, судейным? Это не так слово. По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Следствие продолжается. Сочинские госавтоинспекторы проводят операцию «Тонировка». Сотрудники ГАИ выявляют на дорогах автомобилей, светопропускаемость стекол которых не соответствует требованиям ГОСТа. С начала проведения операции сочинские полицейские составили более 50 административных материалов. При отказе устранить нарушение на месте водитель будет привлечен к ответственности по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Правоохранители напоминают, по ГОСТу лобовое и передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70%. Напоминаем, что согласно законодательству на передние боковые и лобовые стекла транспортных средств запрещено наносить покрытие и предметы, ухудшающие видимость места водителя. В дальнейшем также будут проводиться рейдовые мероприятия, поэтому рекомендуем водителям устранить неисправность на своих транспортных средствах и передвигаться по территории города Сочи и Российской Федерации без нарушений, без тонированных стекол. Сегодня крещенский сочельник. По древней церковной традиции в этот день постятся до первой звезды. На этот час в храмах уже начались праздничные литургии, за которыми последует торжественное освящение воды во всех приходах и купелях. В Сочи места для крещенских купаний подготовили заблаговременно. Организованы они в каждом районе курорта, как на море, так и на реках. Со списком оборудованных мест для омовения в день крещения Господня можно ознакомиться на нашем сайте fkt.com. В Красной Поляне священнослужители уже осветили купель. В целях обеспечения безопасности сочинцев и гостей курорта на местах крещенских купаний организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов, медиков и спасателей. У каждой купели предусмотрены пункты обогрева и горячий чай. Дежурят для обеспечения общественного порядка УВД, МЧС, это спасатели в первую очередь, если вдруг кто-то вода будет утягивать в сторону вправо и лево, чтобы можно было экстремпринять меры. Скорая медицинская помощь, если вдруг понадобится казачество вместе с нами. И представители администрации в дежурном режиме на каждой купели. Значит, все это делается только для одного, чтобы на этот светлый праздник был не обращен ни гибелью, ни травматизмом наших дорогих людей. В целом по стране подготовлено больше четырех тысяч так называемых Иорданий. И согласно проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения опросу, в 2019-м каждый пятый россиянин планирует принять участие в крещенских купаниях, что на 5% больше, чем в предыдущем году. В основном среди желающих мужчины, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет и жители сел. Подавляющее большинство сообщило, что делает это ежегодно и по традиции. 19% по религиозным мотивам, а 14% уверены, что это положительно сказывается на их здоровье. Почти 80% из тех, кто не планирует принимать участие в крещенских купаниях, назвали причиной состояние здоровья и нежелание заболеть. Итак, купания начнутся уже этой ночью. Напомню, поддержать традицию сочинцам рекомендуют в специально оборудованных для этого местах, где в крещенскую ночь будут дежурить медики, казаки и полиция. Прикоснись к картине. Выставка под таким названием открылась сегодня в художественном музее. Все работы, представленные в экспозиции, можно трогать руками. Они представлены для широкой аудитории. Видеть тактильно их смогут неизрячие и слабовидящие. Изучать не только глазами, но и руками. Прикоснуться к искусству автор полотен Ольга Хрисанова предлагает в прямом смысле этого слова. Все картины в этом зале не просто можно, а нужно трогать. Поэтому и выставка называется «Прикоснись к картине». Впрочем, это не просто выставка, это проект. Впервые подобные объемные полотна художник представила в 2014-м. Открывшаяся сегодня экспозиция – продолжение той идеи. Здесь образы синтетические. Я обращалась к историческим рельефам. И древнешумерские здесь есть воплощение тех, что вдохновлены историей. И российские, древнероссийские рельефы меня тоже интересовали. Техника смешанная. Это пенопласт. Там несколько слоев штукатурки, шпаклевки, краски. Все это с лаком. Все это в несколько слоев делается. Это необычные картины. Созданные образы достаточно просты, цвета яркие, форма объемная. Все сделано для того, чтобы изображения могли считать с полотна и незрячие. Ну а картины расположены невысоко от пола, для удобства детей. Консультантом выставки выступил Сергей Гринь. Он пережил полную потерю зрения, а сегодня слабовидящий. Сергей уверен, что физическая возможность видеть картину не должна быть преградой на пути зрителя к ней. Подобные выставки нужны не только для слепых, слабовидящих, они нужны также и для зрячих. Я всегда говорю так, что мы не учим людей быть слепыми. Мы просто открываем глаза, как бы это немножко абсурдно не звучало. Авторский проект Ольги Хрисановой – это тактильный опыт восприятия изобразительного искусства в стенах классического музея. Прикоснуться к картинам все желающие смогут в Художественном музее Сочи до 17 февраля. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Наши новости уже на сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Гавешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...